Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Бизнес онлайн» в студии Сергей Иванов. Сегодня мы вновь хотим поговорить о том, как монетизировать собственный видеоконтент. А взглянуть на эту проблему под новым углом нам поможет наш сегодняшний гость, руководитель направления «Видео Паблишер Клауд», я правильно произнес, компания «Твигл Медиа» Ирина Куманяева. Привет, Ирина. Можешь нам рассказать о том, что представляет собой платформа «Видео Паблишер Клауд». Вот как она работает, для кого предназначена, кому нужна? Ну, начнем с того, что для кого она предназначена. Она предназначена прежде всего для прообладателей, именно для тех, кто снимает контент. Если говорить про категорирование, это может быть интернет-СМИ, это может быть интернет-канал, это может быть просто какая-то онлайн-площадка, где составляющей является видеоконтент. Как она работает, я не буду сейчас углубляться сильно в подробности, но скажу основные функции. Прежде всего, это возможность заливки контента с учетом конвертации в различные форматы, раздачи контента и возможность монетизации контента. То есть вот такие три составляющие, именно клиентской части, есть серверная часть, есть клиентская часть. Соответственно, наша видеоплатформа «Видео Паблишер Клауд» позволяет полностью организовать работу по показу видеоконтента на сайте, по модели «Видео на демант». Такое важное. Да, да, модели «Видео на демант» мы еще коснемся. Я хочу все-таки сначала поговорить о клиентах, так называешь их правообладателями. Это такой серьезный, страшный юридический термин. Давай, может быть, приблизим его к нашему пониманию и сегментируем этих клиентов по масштабам, по целям, задачам, по характеру деятельности. Как их можно просегментировать? На сегодняшний момент я буду отталкиваться от того, что мы имеем, именно с точки зрения клиентской части. Ведь «Видео Паблишер Клауд» основной большой клиент – это компания «Твигл». Дальше, спустя какое-то время, года два тому назад, было принято решение данную платформу продавать на сегменты B2B для клиентов. На сегодняшний момент их клиентов не так-то много, порядка 15 компаний. В основном это каналы. То есть это изначально, с самого начала интернет-каналов. Интернет-каналы, которые имеют полноценный веб-сайт, где они размещают тот контент, который идет у них в эфире. И это достаточно большое количество контента. Если сегментировать, то в основном это каналы, в основном прообладатели, которые имеют, если в единицах, наверное, в день, если в день загружают порядка 30-40 роликов, ну вот представьте такой вот масштаб. То есть достаточно большое количество контента от 1 терабайта в хранении. Не слабо, да. То есть мы знаем о крупных клиентах, о крупных каналах, таких как «Дождь» и «Спортс.ру», а средние, мелкие, скажем так, средние, малые. Да, «Дождь» и «Спортс.ру». Есть, например, кабельный канал, всем нам известный канал про бизнес, который мы подключили буквально год назад. Это был достаточно такой очень долгий процесс. Есть ЮТВ, да, с нами достаточно очень долго продолжительно работали весь профмедиа. Это «Дважды 2», «ТВ3» и «Пятница». Есть казахстанский канал, новый канал, который буквально недавно запускается. Там достаточно маленькое количество видео на сегодняшний момент. Но в целом это информационные, политические, новостные каналы. Итак, клиент подключен к платформе, и я понимаю, что с первых секунд он начинает монетизироваться. Это провокационно. Нет, вы знаете, нет. Ага, когда же он начинает монетизироваться, с какого момента начинается сам процесс, на какие показатели, на какие характеристики он должен уже выйти. Вы знаете, вот что вы подразумеваете под словом «монетизация»? Это я сейчас сама как бы задаю вопрос, но немножко рассчитываю. А мы его сейчас и разберем, да. Я возьмем себе такую ролевую модель, я телеканал, я прихожу к платформе и говорю, ну, я знаю, что вы помогаете мне монетизироваться, я просто хочу денег, для меня это деньги. И вот тут-то начинается самое главное. Что отвечает мне платформа? Вот мы помогаем монетизироваться непосредственно тем, что у нас есть плеер. Так. Плеер достаточно сильно разработанный, модифицированный согласно текущим тенденциям. Что такое модификация? Плеер Flash, плеер HTML. Вы много раз рассказывали, у вас были в гостях коллеги, которые рассказывали про монетизацию видеоконтента. Мы знаем на сегодняшний момент то, что это все виды форматов. И прежде всего мы помогаем тем, что наш плеер умеет проиграть все форматы на сегодняшний момент, которые есть. Второй момент. У нас есть партнерская программа Twiggle, которая позволяет площадкам, у которых маленькое количество трафика, взять на себя ответственность и дать им именно вот этот инвентарь. Например, не у всех площадок, не у всех каналов есть свой отдел продаж. И как минимум это нужно какое-то количество времени для того, чтобы создать достаточно большое количество затрат. Если, например, ваши намерения недостаточно сильно серьезные, несмотря на, может быть, абсурд вот этой фразы, которую я сейчас сказала, действительно намерения бывают очень разные. И поэтому наша помощь, прежде всего, то, что у нас есть технологии, так сказать, серверная часть, а все, что касается клиентской части, это у нас есть непосредственно рекламный инвентарь, который мы готовы поделиться с площадкой. То есть, эти вещи, можно сказать, такие, независящие друг от друга. Независящие друг от друга, поскольку так… Можно подключиться к, естественно, технической платформе, но считать, что я телеканал «Дождь» или я спортсор, у меня достаточно трафика непосредственно на мою площадку и, например, по желанию пользоваться или не пользоваться. И напрямую сотрудничать, скорее всего, с каким-то крупным сейлс-хаусом или с каким-то диджитал-агентством. При этом мы никакого отношения к вопросу монетизации не имеем, лишь только исключительно с серверной части. А вот я слышал в одном из интервью, ты говорил о том, что пользоваться для монетизации как раз платформы имеет смысл только тем площадкам, у которых не менее 100 тысяч просмотров в месяц. Что это означало? То есть, получается, если я канал с небольшим количеством просмотров у себя на площадке, если я воспользуюсь вашей партнерской сетью, то, в принципе, я могу добиться гораздо больших результатов. Да, все так. Вы можете... А приду со своими десяточками. Вы можете прийти со своей десяточкой, ты можешь прийти со своей десяточкой, ты просто будешь получать копеечку. Правда, у меня есть пример, это восьмой канал, кабельный канал, восьмой канал. Я с ними достаточно очень долго, буквально целый год вела переговоры на тему сотрудничества. Мы с ними сотрудничаем не только на десктопах, но в том числе и на смарте, потому что у нас кроссплатформенное решение, и на сегодняшний момент периодически подключаем им рекламу на партнерки для мультициализации. Но это минимальные деньги именно с точки зрения дохода, потому что у них минимальное количество трафика. Трафиком нужно заниматься. Мы, к сожалению, или, может быть, к счастью, никакого отношения к трафику не имеем. Но, тем не менее, если вы хотите хотя бы как-то понять, что действительно как это работает, как заводить природу, как заводить рекламную кампанию, как смотреть статистику, то вот это некий такой эксперимент, да, пожалуйста, мы можем себе это позволить на сегодняшний момент. Опять перейду к технической части. Вот если я имею полноценный интернет-канал, это десятки, сотни, тысяч единиц контента, которые, в общем-то, нужно архивировать и где-то хранить, поддерживать в надлежащем состоянии. Насколько я понимаю, платформа позволяет мне, как пользователю, именно поддерживать этот архив, а также, собственно, там, решать вопросы и быстрой загрузки, конвертации и там проверки целостности тестирования доступности, да? Да. Каким образом все это? То есть архив на вашей стороне? Все полностью. Мы несем ответственность. Да. Полностью несем ответственность за резервирование, за архивирование, за раздачу, за конвертацию, за скорость конвертации. Я не знаю, может быть, хорошо, может быть, плохо, но у нас конвертация, она действительно проходит очень быстро. К примеру, есть телеканал «Дождь», мои любимые, да, телеканал «Дождь», у которых есть привязка к тому, что есть подписчики, они продают в основном свой контент по подписке. Если, например, они сняли там Синдеев онлайн и объявили своим пользователям, что Синдеев онлайн будет доступен в 22 часа, то пользователь в 22 часа должен увидеть этот контент на сайте, да, на канале в своей подписке. При этом они не снимают за сутки, они снимают здесь, сейчас, сразу его режут, сразу выкладывают его, соответственно, на платформу. Что значит выложить на платформу? Это просто обычный личный кабинет, где есть различные доступы у редакторов их сайта, они заливают контент, этот контент конвертируется. Среднее время конвертации 40-минутного ролика – это порядка 20 минут. При этом формат MP4 конвертируется в несколько качеств. В основном среднее, статистическое. Параллельно идет, да, конвертация? Да, да, по больнице это 720p, 1080p. То есть система архивирования в том числе получается дублируется. Вот даже, например, довольно-таки дорогая, собственно, система хранения, архивирования контента, и плюс она еще дублируется у вас, соответственно. Вот знаете, Сергей, мне очень приятно, что ты это понимаешь, то, что это дорогая. Это очень дорогая. Очень многие пользователи, именно прообладатели, они считают, что на сегодняшний момент у нас есть, вот мы тоже себя подсоединяем как облачная платформа, и вот многие коллеги рассказывают о том, что сейчас же ничего не стоит. Что такое платить за там 2 терабайта? Это же вообще, это же бесплатно. Но это же не стоит, это же система архивирования, это очень серьезная вещь. Но при этом, к сожалению, это мало кто понимает. Это понимают тогда, когда случаются какие-то форс-мажоры. Например, у нас был случай с телеканалом «Пятница», когда редактор с их стороны случайным образом удалила весь контент. О, как здорово. Но он остался у вас. Да, он остался у нас, но она удалила его из личного кабинета, а у нас есть там в личном кабинете категорирование, благодаря тому, что у нас есть эта возможность все восстановить, есть пикапы, и поэтому, собственно говоря, вот это, конечно, стоит усилий, усилий прежде всего человеческих ресурсов. Но, тем не менее, вот тогда пользователь, в данном случае правовладатель понимает ценность, что такое там система резервирования, архивирования. Часто у нас в студии звучали страшные истории, но истории со счастливым концом было не так уж много. Мы всегда стараемся сделать счастливый конец, несмотря ни на что. Насколько я знаю, вы предоставляете клиенту еще и некую аналитику. Вот можешь рассказать о ней подробно? Какую вы представляете аналитику? Какие инструменты используете? Что отдаете? Собственно, как клиент может воспользоваться этой аналитикой? Аналитика есть внутренняя, наша непосредственно разработка компании «Твигл Медиа». Это все, что касается видеоконтента. Это просмотры, начало, конец. Начало – это когда пользователь кликает на кнопочку «Плей», можно посмотреть, можно посмотреть, какое количество пользователей дошло до завершения ролика. Есть, соответственно, аналитика касаемо рекламного. Ролика рекламного или, собственно, контента? Я сейчас говорю про видеоролика, основного контента, поскольку в большей части мы меряем, непосредственно у нас есть тарификация, и мы меряем оказание услуги именно двумя параметрами. В большинстве части он некий такой ориентир – это количество дискового пространства, которое использует клиент в течение всего времени, количество просмотров, именно исходящего трафика, потому что, когда происходит просмотр, идет обращение к нашей серверной части и каналу, и все это вот так подспочеки, так сказать. Это одна часть аналитики, которая нужна для клиента. Все, что касается рекламных историй, у нас полностью адаптировано с рекламными крутилками и все рекламные отстрелы, которые необходимы для показа аналитики непосредственно клиенту, рекламодателю, все это есть. Плюс дополнительно есть возможность интеграции с Google Analytics, Live Internet и с другими счетчиками. Поговорим о такой интересной проблеме. Многие владельцы интернет-ресурсов, интернет-телеканалов отказываются от YouTube, от того, что YouTube уводит пользователя именно к себе на YouTube, минуя ресурс. Вот как использование вашей платформы отражается на SEO, показателях сетевого трафика? Как вы решаете эту платформу? Так же, как YouTube? Отличный вопрос. Прям вот, Сергей, где эти пользователи, которые минуют YouTube? Правда, очень часто приходится говорить о том, что уважаемый кабельный канал, потому что в прошлом году в связи с законом об ограничении монетизации на кабельных каналах мы делали огромную-огромную кампанию с персональной рассылкой, с привлечением кабельных каналов. Оказалось, там у части кабельных каналов нет контента, нет прав на интернет, у части кабельных каналов все на YouTube, и они абсолютно этим довольны. На вопрос, сколько вы на этом зарабатываете, они говорят, а мы не знаем сколько. На вопрос о том, что ваш сайт не развивается с точки зрения трафика, им тоже было как-то абсолютно неинтересно. Они в основном ориентированы были на кабельные и на доходы, рекламные доходы с кабельного телевидения. Ну, тем не менее, все-таки не все такие. Тем не менее, есть часть клиентов, прообладателей, которые меняют YouTube на какие-то другие плееры. Вот в нашем случае мы никаким образом не влияем на SEO, то есть мы ничего плохого не делаем. То есть поисковый робот при присутствии вашего плеера никак не учат. Да, абсолютно все хорошо, самое главное сделать разметку контента, микроразметку контента. Самое основное, то, что требуется. Хорошо. Но при этом, кстати, если добавить, то использование white-label плеера, неважно, там, Twigel, Media или еще что-то, позволяет аккумулировать трафик на сайте, на расчете его как минимум. Хорошо. Вы делаете упор на кроссплатформность. Мы уже потихонечку, так или иначе, несколько раз возвращаемся к вашим чудесам. Конвертация, так могу сказать. Вот если возьмем обычный сайт, адаптивный сайт, смарт-TV, насколько я понимаю, мобильное устройство. Вот во всех этих случаях контент будет воспроизводиться корректно. И по какому принципу будет производиться конвертация для каждого, условно говоря, устройства воспроизведения? А здесь вы конвертируете файл в тот формат. Он конвертируется в необходимый формат с учетом кроссплатформы. Вопрос качества, то есть какое качество. И вопрос битрейда. Это очень важный такой момент. То, что у нас плеер, он адаптивный. Он подстраивается под тип устройства, так называемый еще умный плеер. И поэтому здесь… То есть предварительно под какое-то разрешение не нужно. Да, вопрос того, что здесь показывать, здесь не показывать, это исключительно на стороне клиента. Если у него есть приложение на смарт-TV, отлично, окей, давайте интегрируем плеер в смарт-TV. И давайте брать контент, если вы его храните у нас и будем интегрировать в ваше приложение смарт-TV. У нас есть API, которая позволяет это делать быстро и прекрасно. И, соответственно, у вас мобильное приложение, окей, там это мобильное приложение. На сегодняшний момент есть десктопы, да, есть смарт-устройства. Это все вендоры, которые занимают 80-90% рынка. Есть Set2Box, Sony, PlayStation. И что у нас есть и есть. И у нас еще мобильный браузер, например. Вот мобильное приложение, просто я бы отдельно это отделяю, потому что в кедре монетизации там немножечко все сложно, а вот в мобильном браузере более-менее понятно. Вот сейчас нас смотрят начинающие интернет-телеканалы, те, кто уже запилил свой канал, только развивает его, те, кто об этом только размышляет, но так или иначе начинают на том или ином этапе думать не только о аудитории, но и о монетизации своего канала. Соответственно, у них возникает проблема, которая для них, кажется, новая, а мы так считаем их типичными. Делать ли свой сейлс-хаус, чей плеер использовать, у кого самый удобный хостинг для видео, какие рекламные сети подключать. Вот можешь им сразу с этим скопом ответить на вот эти все вопросы? Вот для того, чтобы они не наступали на грабли, делали, как говорится, некие выводы на чужих ошибках, а не на своих. Я бы, ты знаешь, здесь поставив себя на место того человека, который хочет создать свой канал. Да, но с тем знанием, которое ты привела на месте уже. Своем. Да, дело в чем? Дело в том, что прежде всего важность, наверное, таких ребят в том, что они, наверное, скорее всего, умеют хорошо делать контент. Они умеют его хорошо снимать. Вот я это не умею делать. Мне, наверное, бесполезно приходить в какой-нибудь... А монетизировать? В студии рассказывать, как я снимаю. Монетизировать – это вопрос монетизации. Это, безусловно, вкладывается в бизнес-модель. Они же для чего это делают? Они же для чего-то создают этот интернет-канал? Не для того, чтобы показать, какие они молодцы умеют снимать контент, а с точки извлечения прибыли. Любой бизнес должен приносить прибыль. И поэтому я бы здесь посоветовал, наверное, рассмотреть те решения, которые приведут их к цели как можно быстрее. К цели запуска, имею в виду. Потому что есть такой момент, как интеграция. Интеграция, например, видеоплатформы в веб-сайт может быть достаточно долгим процессом. Я бы, наверное, рассмотрела на... Прежде всего, смотрела именно, сделала акцент на то, насколько серьезны мои намерения. Может быть, мне достаточно, не знаю, плеера Ютуба, и я считаю, что Ютуб будет оптимальным решением, если я не вижу там долгосрочные перспективы, то, что происходит на сегодняшний момент с Ютубом, и то, что, возможно, будет там спустя, наверное, количество времени. В любом случае, я бы все-таки, честно, наверное, рекомендовала создавать свою платформу, если у тебя есть хорошая финансовая возможность, финансовая прочность, есть хорошая команда специалистов. Создание своей платформы – это как минимум год. Я так думаю. Как минимум год. Да? Ну, наверное. В целом. Наверное. Если говорить про какие-то решения, когда мы берем хостинг в одном месте, в плеер в другом месте, туда такой вариант тоже возможен, вопрос только в том, как вы будете это дело монетизировать, насколько крупные селлс-хаузы готовы связывать свои задачи по монетизации пространства с вашим плеером. В чем риск? В том, что плеер должен проигрывать все форматы, плеер должен отстреливать все рекламные ивенты в статистику. Это очень важно для отчетности, для клиентов. Поэтому, если ваш плеер, условно говоря, там нонейм и не умеет это делать, то здесь будет сложно. Просто селлс-хауз не будет с вами возиться долго с этим плеером. Предложит что-то свое. То есть такое четкое, конкретное требование селлс-хауза. Да, конечно. Вы можете, допустим, прийти, не знаю, в то же самое имха, да, ВИГ, ПМД, всеми известный селлс-хауз на сегодняшний момент. И у них наверняка будет какое-то свое решение, либо они предпочтут то решение, которое уже проверено с их стороны. Например, вот плеер Твигл, я сейчас не говорю о том, что вот пиар используете плеер Твигл. Плеер Твигл апрублен агентствами, поскольку у нас есть интернет-кинотеатр, который работает достаточно давно и долго, да, и мы этот плеер дорабатываем сами. И, наверное, с одной стороны, нашим клиентам, которые используют нашу платформу, здорово, потому что мы сами заинтересованы в доработке этого плеера. Текущая технология. Это является важной составляющей для монетизации. Большая часть ваших прямых конкурентов, таких как Висте или Брайтков, является иностранными компаниями. Дает ли вам какое-то преимущество то, что вы российская компания, вот на нашем рынке? Да. Какое? Преимущество оперативной связи, именно с точки зрения техподдержки. У меня есть живой пример, я просто не хочу говорить вслух об этом, когда крупный холдинг использовал технологии Брайтков. Они, к сожалению, были вынуждены отказаться от них, лишь только потому, что реалии таковы, что в 2 и в 3 часа ночи случаются какие-то факапы, ну простите, там бывают разные сложности. И вот эта часовая разница, она не позволяет решить это быстро. Да, серьезный момент, в общем-то, технически. Это очень важно. Когда, например, владелец крупного издательского холдинга просыпается в 6 утра и смотрит видео на устройстве, а видео просто не показывается. Логично. Как вы решаете вопрос защиты авторского контента от утечек? Например, для того же Брайткова описаны в Рунете уже куча способов скачивания видео. У вас есть как-то решена эта проблема? Знаете, у нас решена эта проблема так же, наверное, как и у всех. Во-первых, Сграбить видео никто никому никогда не помешает. Да, хороший вопрос. Сграбить видео никто никому не помешает. Современные технологии пока устроены тем образом, что навряд ли что-то можно защитить. Вопрос о DRM остается формальным. На сегодняшний момент Twigel Media работает исключительно только по модели A-Wood. Наверное, это может быть плюс с точки зрения DRM. Если говорить про наших клиентов, то нет вот такого вопроса, именно в таком остром характере, что нам нужен DRM. Ну, потому что прообладатели – это те же люди, которые снимают контент. Ну и вообще в целом я считаю, что вопрос достаточно формальный на сегодняшний момент, именно реалии таковы, что DRM – это треугольный вопрос. Потому что при DRM это же ограничение устройств. Это шифр контента, это ключи, это ограничение устройств с точки зрения пользователя. Потому что пользователь может в эпоху кроссплатформности смотреть видео на разных устройствах. Если у тебя есть идентификационный ключ для одного устройства, но ты пользуешься другим устройством, то здесь возникает конфликт. Ты заплатил, да, ты пользуешься, но тем не менее. Поэтому, к сожалению, наверное, самое основное – пользователь, который заплатил за контент, ему придется достаточно дольше по времени получить результат именно просмотр, чем тому пользователю, который не заплатил, и который в достаточно быстрое время получит доступ к тому же самому контенту. И поэтому смысл DRM… Исчезающие непонятные, нужно так сказать. Кстати, очень дорого стоит эта лицензия. И если с точки зрения технологии, да, у нас есть лицензия с Adobe Flash Access DRM, но пользу спроса в очередь никто не становится. И нет такого категоричного момента, что мы не будем сотрудничать с вами, если у вас нет DRM. В заключении хотелось бы задать тебе несколько вопросов такого общего характера. Обеспечивая миллионы показов, вы наверняка уже накопили какую-нибудь интересную статистику по моделям медиапотребления. Можешь поделиться с нашими зрителями, с нашим каналом о наиболее интересных трендах медиапотребления? На сегодняшний момент основной тренд медиапотребления, все мы с вами знаем о том, что большая часть аудитории переходит в мобильные устройства. Вот это вот видно. Даже ваши гости смотрели, как это периодически оперируют какими-то цифрами. Я не буду сегодня оперировать какими-то цифрами, но могу сказать, что на сегодняшний день даже по компании Twigel платформа аккумулирует порядка 200 миллионов просмотров в месяц в виде контента, из которой большая часть это исключительно мобильные устройства. Это смарт и мобильный браузер, мобильные приложения. И поэтому тренд, он очевиден. Пользователь смотрит то, что ему хочется смотреть. Вопрос в контенте именно между лайфстрим и видео-он-деманд, то, конечно же, видео-он-деманд. Ну, кроме того, что есть футбольные какие-то матчи, которые лайфстрим или какие-то там отдельные мероприятия, серии там инаугурации, президента или еще что-то, да. А так в целом это исключительно видео-он-деманд и мобильные устройства. Ну, а собственно по жанрам, я понимаю, что мобильное потребление тоже накладывает свои ограничения, или наоборот свой отпечаток. То есть вот по жанрам и по хронометражу. Вот современный зритель способен как бы там посмотреть, если это не фильм художественный, что-нибудь длительностью более получаса, не нажимая на паузу, на стоп и так далее. Ну, вы знаете, вот у нас в основном, если говорить про Twigl, я не буду сейчас говорить про тех, кто коммерчески использует платформу, потому что они больше знают про свой контент с точки зрения модели потребления. У нас контент в основном это 20 плюс, 20 минут плюс. Лично по себе я могу сказать так, что если мне нужно посмотреть тот или иной сериал, а я не смотрю телевизор, просто потому что нет возможности привязаться к эфирному времени, я буду смотреть с мобильного устройства. Я это очень часто делаю. И для меня не важно, сколько это там, час, двадцать или еще сколько. Конечно, безусловно, там 20 плюс, ну, в целом это средняя длина контента, и человек может отвлекаться. Но сейчас есть технологии того, что после паузы ты возвращаешься опять на то же самое место, поэтому никаких здесь сложностей нет. Спасибо большое, Ирина. Было действительно очень интересно. Я, честно говоря, думал, что мы достаточно много знаем о платформах, о видеоплатформах, но с каждым разом понимаешь, что это знание недостаточно, появляются новые нюансы. Спасибо большое за эксперты. Тебе спасибо, что пригласил. Это была программа «Бизнес онлайн». С вами был Сергей Иванов. Всего вам доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова